В итоговый список вошло 37 книг. Они очень разные стилистические, очень разные по направлению. Мы отбирали, исходя только из литературных достоинств текста. Причем, должен сказать, что члены жюри отобрали 35, и два автора были добавлены экспертами рабочей группы, молодыми критиками, которых мы подключили в этом году в помощь при отборе. Мы долго совещались, но при этом совпали в двух текстах, которые, на наш общий взгляд, наши рабочие группы достойны длинного списка. Тем интереснее, что оба этих автора, две книги, принадлежат к одному поколению так называемых миллениалов. Они отстояли еще двух, еще две книги, которые, показалось, заслуживали то, чтобы быть включены в длинный список. Это книга Татьяны Замировской «Смерти нет» и книга Кирилла Рябова «Фашисты». И вот эти две книги теперь тоже войдут в длинный список. Жюри согласилась с этим выбором. Это первый раз такое в истории премии, но я надеюсь, что это только обогатило длинный список в этом году. Посмотрим, может быть, даже кто-то из этих авторов войдет в короткий список. Работа в рабочей группе была, не скажу, что простой. Действительно, объем был очень большой. С одной стороны, это было очень сложно, а с другой очень важно, потому что ты чувствуешь вот это биение пульса литературного, да, держа книгу в руках. Могу сказать, что я счастлив, что нам пришло такое озарение. Школа критики в совокупности с премиальным процессом Ясной Поляны позволил очень быстро вот такой лифт, который вынес этих молодых талантливых ребят. В общем, сегодня это полноправные участники критического и в целом литературного процесса России. На мой взгляд, просто это такой проект, который с очень большим КПД, потому что, посмотрите, не прошло и года, а мы уже в составе экспертной группы, да, премия Ясная Поляна. Мне кажется, это очень-очень быстрый какой-то профессиональный такой путь. В общем, в целом список очень хороший получился и нет при этом, как мне кажется, какого-то однозначного фаворита. Это здорово, это всегда играет на непредсказуемости интригу.